В нашем классе все уехали поступать в вузы, а мы, четыре дурака, поехали пасти две отары овец. По очереди спишь в этой кошаре среди, понятно, навоза всего, ну вместе с баранами, по сути. Я что ли родился, чтобы пасти свою еду? Я ведь гоняюсь за счастьем, а не за едой. Каждые пять лет отца переводили, в то время партийная система, и эта партия направила туда. В таком-то совхозе нету поливодства, его берут, отправляют туда. Поэтому нам, конечно, как семье приходилось кочевать. Не в каждом селе была десятилетняя школа, была восьмилетка. Получается, я первый класс закончил в казахской школе, потом со второго по шестой класс в русской школе, с шестого по десятый опять в казахской школе. Мне это очень не нравилось, прыгать со школы в школу, все время терять друзей, все время менять окружение, обстановку. Но со временем это дало свои плоды, потому что я свободно говорю на казахском, свободно говорю по-русски. И когда родители кочуют из села в село, это дает еще навык приспосабливаемости и выживаемости. Это, я считаю, одно из ценных качеств, которые выработала в нас природа. Приспосабливаемость не в том негативном ключе, который ты прогибаешь под кого-то. Да нет, это как раз первые социальные навыки, уметь постоять за себя, где надо подраться, где надо подружиться, где надо, наоборот, принять чужую точку зрения. Мне каждый раз приходилось делать выводы, где я прав, где не прав, почему я так по башке получил, условно говоря. В глубинных селах там все-таки еще до сих пор существует культ силы. И я до сих пор завидую многим своим друзьям, которые вырастли в городе, например, в Алма-Ате. Они интеллигентные люди. Вот я делю, вот люди есть интеллигентные, у которых гены интеллигентные. Они не могут поступить подло, они не могут быть нечестными, они не могут брать взятки. А есть категория людей, которые воспитывались в интеллигентных семьях, и они настолько этим пропитались, они тоже не могут ничего подлого сделать, плохого, они порядочные по воспитанию. И есть третий тип людей, которые становятся порядочными, потому что они решили быть порядочными. Вот я отношусь больше к третьей категории людей, потому что я говорю, когда я рос в Ауле, там культ силы, там слабых особо не считались, либо ты сильный, либо дурак. В то же время, конечно, АУЛ дает много хорошего воспитания, уважения к взрослым, к девушкам. Это все соблюдалось. Я имею в виду отношения между ребятами. У меня есть одна проблема. Я человек, подверженный идеологии. Я верю в идею. Для меня первичная идея, вторичное действие, третичная жизнь и так далее. И вот когда я закончил школу, партия кинула клич создать комсомольско-молодежные бригады и работать на селе Чабанами. В нашем классе все уехали поступать в ВУЗы, а мы, четыре дурака, поехали пасти в две отары овец. Добровольно. Там денег копейки вообще. Копейки нам платили. Труд, конечно, был адский. День, ночь, без выходных, подъемов в 5 утра, ложимся в 12 часов почти, там, сменами. Зимой вообще ад. Весной, когда окот идет, это тоже спишь в кошаре вместе с ними, чтобы этого ягненка из-под матки взять, потому что первородка, она не признает своего ягненка. Привязываешь ему красную ленточку, ей красную ленточку. И вот чтобы днем уже поймать эту овцематку и прикормить ягненка, чтобы не перепутать. Их выделяешь, отдельную загородку, и вот по очереди спишь в этой кошаре среди, понятно, навоза всего. Ну, вместе с баранами, по сути. Мы работали как рабы, по сути там. В один из дней, когда я пас баранов, это был жаркий полдень, и я пас, и это такая, знаете, марево, и такое ощущение бывает, что вот я живю, как будто это уже было. И в какой-то момент у меня тортнула такая мысль. Я что ли родился, чтобы пасти свою еду? Это была почему-то ключевая мысль, которая в тот день меня прям так пронзила. И я подумал, для чего я живу? И с этого момента я очень активно начал, я сказал, нет, так не пойдет, я не согласен. С этого несогласия у меня пошло. Я начал читать книги, пчеловодство пошло, я стал пчеловодом и так далее. Пчеловодство, конечно, по тем временам это как IT-технологии по сравнению с баранами. Я после чабанства и пчеловодства ушел в ряды советской армии. Я в Куйбышском училище учился на наводчика-оператора БМП. Я единственный из полка, который попал. В мишень там мы пускали ПТУРС, я единственный из полка попал, и мне дали отпуск. Но не отпустили, потому что учебка закончилась, отправили в Польшу. И в Польше я дослужил полтора года, но там мне уже дали отпуск. И в армии я списался, моя мечта была всегда быть егерем, охотоведом. Я люблю природу, я хотел защищать природу. Егер, охотовед. В то время в Советском Союзе был только Иркутский сельхозинститут, готовил двух охотоведов. Я списался и с деканами, и с преподавателями, и они уже меня ждали. Они сказали, ты нам надоел? Ну, условно говоря, не надоел, а они ждали. Все, нам такой студент нужен и так далее. Я болел, реально. Так вот, я приезжаю, довольный, что меня Иркутский сельхозинститут ждет. Дома объявляю с армии, когда приехал. И тут мама на меня набрасывается и говорит, вот, дожились. Это что, ты будешь по всем степям мотаться? Без жены, без семьи. Не дай бог, еще застрелят. Это что за бродяга? Она отговорила отца. Я всю жизнь мечтал, чтобы мой сын был прокурором, прокурором района. Она отговорила отца, отговорила братьев. Короче, вся семья на меня напала. А так как мы азиаты, и мы люди семейные, и для нас мнение родных, родственников имеет большое значение, я согласился поступать в Казгу на Айрфак. И когда я приехал в Казгу, я сначала в июне приехал на подготовительные курсы, там полтора месяца. Я сразу пришел к преподавателю и говорю, что мне нужно сделать, чтобы сдать на отличный ваш предмет. Он говорит, изучите вот эти книги. Я составил список книг по общественному видению, по истории. Я взял эти списки, посчитал страницы, и вот у меня, например, 1150 страниц надо изучить по этому предмету. Я взял книгу, тест его прочитал, я 50 страниц в день хорошо осваивал. Если утром прочитал, вечером повторил. Обратным счетом прочитал, за сколько дней я должен начать читать. Прибавил три дня буфера. И ходил, кайфовал. Когда наступила дата, я начал это. И каждый вечер мы играем в футбол, и в 7.00 я все бросаю, я на воротах стоял. Я все бросаю, ухожу. И мне ребята говорят, ты куда все время уходишь? Игру бросаешь, нам кайф ломаешь. Я говорю, у меня по плану повторение. И они начали спрашивать, какие планы. Я говорю, планы поступить, потом стать отличником, потом кировским стипендиатом, потом ленинским стипендиатом, потом закончить красный диплом. Я говорю, давай рожать надо мной, и у меня прилепилась кличка «Плановой». Но я не знал подтекст, что «Плановой» – это, оказывается, наркоман. А я думал, плановой – по плану. Я доволен, что меня называют плановой маней. Называют меня плановой, и ржут. Ну, ладно. И так и получилось. Я сдал экзамены, поступил. Я стал кировским стипендиатом. Я был альфа-раби. Я взял ленинскую стипендию. Вот три стипендию у меня, я получал 120 рублей. И в результате я закончил университет за четыре года экстерном, с красным дипломом. Так вот, когда я учился, мне это все легко давалось, я решил изучать английский язык. Тогда еще иностранцев не было, ни у кого было учиться. Курсов даже особо таких не было. Я взял словарь, купил на 10 тысяч слов, агло-русский, русско-английский, привязал себе сюда к руке, так, чтобы он не смог сползти. И поспорил с ребятами, что я его не сниму до тех пор, пока 10 человек не откроют на 10 случайных страницах и не назовут 10 слов, и я должен ответить перевод. Я почти два года носил этот словарь на руке. В душе я одевал пакетик, резинка и мылся. Зато этот словарь на руке в автобусе я в шин раз открыл. Я ему сделал латунные уголки, чтобы он не потрепался. Ну, короче, этот словарь я вдрызг потрепал. Он со мной спал, кушал, в туалет походил, мылся. Он не снимаемый. Я специально ездил к цирку, находил там афроамериканцев. И начинаю говорить с ними по-английски. И у них какой-то странный английский. Я же тогда не знал, что нигерийцы, у них другой акцент, эфиопцы, другой акцент. И я с ними пытался общаться как-то. А потом уже, сразу забегая вперед, скажу, когда я участвовал в марше мира, приезжали американцы, я был там переводчиком. С казахского на английский, с английского на казахский. Я был единственным переводчиком среди 21 переводчика. И мне американцы всегда говорили, Маргуан, откуда у тебя вот этот нигерийский акцент? Они откуда-то знают, что нигерийцы, оказывается, вообще плохо говорят по-английски. Ну, откуда у тебя этот нигерийский акцент? Так вот, хорошо. Я заканчиваю третий курс. Сказали, президент будет встречаться со студентами. Во дворце культуры АХБК около 10 тысяч человек. В то время мы ездили, вот настолько больные были. Вот авторы учебников у меня, я помню, Литвинов был, теорию государства и права, по-моему. Он преподавал в МГУ. Я ездил в МГУ, в ЛГУ на лекции этих профессоров. Я поехал туда, и когда слушал его лекции, шел мимо общаги МГУ и увидел книгу Дейла Карнега «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей». Я купил эту книгу, и она мне так понравилась, просто, вот просто в масть. Я взял эту книгу, ее все прочитал, законспектировал. И когда мне сказали, что будет встреча с президентом, я думаю, да я попробую эти методы. И начал писать письмо. Уважаемый Нурштан Абидишевич, я такой-такой-то аульный парень, закончил казахскую школу, работал чабаном, служил в армии, поступил в Казгу, стал ленинским стипендиатом, альфа-риви, кирова стипендиатом, владею английским языком свободно. Мне здесь тесно, отправьте меня за границу. Сложил, все отправил. А сам думаю, в стране нужен идеологический такой образ нового казаха, который влаеет английским, который хорошо учится, который из глубинки олицетворяет вот этого вот... Пасха Корчагина. Написал это письмо и без задней мысли все передал по рядам. А вдруг Назарбаев выходит на трибуну и зачитывает мое письмо. Я офигел там, конечно. Кто этот парень? Пусть встанет. Я встал. Весь зал на меня смотрит. Он говорит, вот такие люди мне нужны, вот с такими людьми я буду строить будущее Казахстана. Сейчас поехали со мной. И меня сразу под белые ручки и в его резиденцию. Мы приехали в резиденцию. Большой овальный стол. Сидит он, сидит министр образования, сидит мэр города, сидит декан факультета Калифорнийского университета Аксель Деон Худ, я до сих пор именно помню. И Чан Янгбэнк, потом который стал ректором университета Кимэп. Он тоже в том университете в Калифорнии преподавал. Я сижу, наверное, час мы пили чай, охранник мне надевает, я один. И такой допрос. Откуда? Что? Как? Ну, я все вопросы отвечаю, 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 отвечаю. И потом в конце президент обратился к Аксель Деон Худ и говорит, моя просьба, вот этого парня примите себе в университет. Тот говорит, хорошо, мы примем. Все, я хожу, жду, жду, жду. Это было в декабре. Меня не отправляют, не отправляют, не отправляют. В какой-то момент мне сообщают, что уехало 8 или 12 человек родственников, чиновников. Я нифига себе иду к министру образования. И говорю, вот так, вот так, президент мне обещал, вы это слышали и так далее. А тогда появилась студенческая газета «Горизонт». Я говорю, либо я поднимаю шум, либо вы мне разрешите сдать экстерном. Четвертый, пятый курс в один год. Он говорит, да ты кто такой, ты почему себя возомнил? Последний раз это делал только Владимир Ильич Ленин, когда закончил Свердловский юридический институт. Я говорю, ну да, давно же не было прецедента, получается. Надо освежить. И он говорит, да, там то, сего, нет. Я говорю, ну хорошо, я тогда пойду. Он говорит, нет, нет, ладно, пиши заявление, но у меня одно условие. С ректором сам договоришься. Я говорю, хорошо, поставьте визу. Он заявление поставил визу, я вот иду к ректору и говорю, вот такая-то ситуация, меня не отправили, я зашел к министру, вот разрешите мне сдать. Он говорит, хорошо, министр поставил визу, и я тебе разрешу, но из-за тебя не буду же я ломать курсы. Поэтому ты сам подстраивайся, но если будешь плохо учиться, мы тебя выканем. Никто под тебя подстраиваться не будет. Я говорю, хорошо, договорились. Я учился утром за четвертый курс, после обеда за пятый курс. В то время, вы знаете, как сдавались сессии, это кошмар до студентов был. Но я как, сегодня зачет за четвертый курс, сегодня вечером за пятый курс, завтра утром уже экзамен за четвертый, потом экзамен за пятый, и у меня был адский месяц-полтора. Но я отучился, четвертый, пятый курс в один год, сдался от личного, и получил диплом номер один. Я все время хотел заниматься бизнесом. Как только я закончил экстерном, я первым делом зарегистрировал компанию, частная коммерческая фирма, Симар Коммерция. А так как сотрудников не было, я предложил своим сокурсникам, давайте вы у меня поработайте, а они же не экстерном идут. Я говорю, если у нас не получится, это было в ноябре, то весной вы по распределению поедете на свои рабочие места. А если у нас получится, то тогда я вас выкуплю. В то время ввели практику, что выпускников надо выкупать, чтобы получить свободное распределение. Так вот, в ноябре 91-го года мы зарегистрировали частную коммерческую фирму. Хорошо, радостно, и думаем, все, у нас бизнес. У нас бизнес, зарегистрировали. День проходит, денег нет, два нет, три нет, бизнес не идет. Я думаю, что-то мы делаем не так. Как деньги зарабатывать? Не знаем. Никто ничего не знает. Единственное пособие по бизнесу, которое я прочитал в жизни, это трилогия желаний Теодора Драйзера, финансист, стой, где идти там. Так вот, я говорю, хорошо, я своего сопротивника спрашиваю, когда ты регистрировал, что ты видел? Он говорит, я когда регистрировал в департаменте юстиции, я говорю, толпа народу, все хотят заниматься бизнесом. Я говорю, хорошо, а какая у нас проблема сейчас? Он говорит, какая проблема? У нас бизнеса нет. Я говорю, нет, нет, нет. Вот мы сейчас где сидим? Офисов не было, мы сидим в квартире, в зале моей квартиры. Я говорю, у нас мебели нет, у нас стола нет офисного, у нас стулев нет. Так-так? Это же получается, у всех этого нет? Да. И надо же, совпадает так, 8 ноября у меня регистрация с супругой, мы идем в ЗАГС, я сел на ЗАГС, мне так стол понравился, вот, или женщина, и она зачитывает, согласны ли ты взять, жены там твои? Я в это время шарил рукой под стулом. И такой, да, 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 я согласен, согласен. И раз этикетку, а раньше в советское время этикетку снизу. Потом она согласен, моя жена рядом сидит, не поймет. Я под стул руку засунул, у нее шарик такой, да, 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 согласен, согласен. На все согласен. Второй этикет в карман положил, приходим, оказывается, столы производятся в алматинской фабрике Инкомебель, а стулья производятся на Кокшетавской мебельной фабрике. Сразу ребята сели, поехали, договорились, вагон стульев, вагон столов. Но теперь же нужны деньги. В то время Германия открыла специальный банк, Вильдергебурбанк, Банк Возрождения, для немцев, чтобы они не уезжали в Германию. И один из моих сотрудников был Роберт Штайнер. Я говорю, Роберт, твоя звезда взошла. Роберт идет в этот Вильдергебурбанк и грозит Германии своим возвратом. Германия ему в ответ говорит, а 100 штук не устроит? 100 тысяч долларов. Но мы же под контракт. Мы сказали, устроит. Мы взяли эти доллары, купили вагоны и стульев, и все распродали просто в лед. И нам понравилось, и мы начали заниматься, потом перенести свой офис на территорию фабрики Инкомебель. Потом купили фабрику. Дошли до этого. Хотели уже покупать фабрику. И потом мы поняли, что оказывается, на зерне можно зарабатывать больше. И пошли заниматься зерном, экспортом. Я занимался практически всем, что возможно. Телекоммуникации, финансы, все виды. Это и банки, лизинг, фарфетинг, брокерская, дилерская деятельность. Это и промышленность. Это я построил комбинат по переработке макулатуры, бумажный комбинат. Он до сих пор монополист в Казахстане, единственный. Это производство риса, пшеницы, муки, яиц, куриное мясо, яблок, сливы, абрикосов, черешни. Это образование, это школы, это университеты, детские сады. Это добыча угля, добыча нефти, строительство, девелопмент. Трудно перечислить, чем я не занимался. Сколько вам было лет, когда вы заработали свой первый миллион долларов? У меня не было первого миллиона, у меня сразу несколько. Это был 1994 год, поэтому мне было 28 лет. Сколько вам было лет, когда вы заработали первый миллиард? У меня опять-таки первый миллиард не было, сразу 4 было. Так вот, и когда первый миллион, в 1994 году я заработал не миллион, а сразу 13 миллионов. Это была предоплата от узбекского правительства, за поставку пшеницы. Причем наличными. Мне их привезли в КАМАЗе. Ночью груженный луком КАМАЗа. Прямо домой. Все банально. Я никогда не испытывал пиетета перед деньгами. На самом деле, потому что деньги для меня всегда были инструментом. Вот если вам нужно забить много гвоздей, вам привезли молоток. Ваши ощущения? Вы же от молотка не радуетесь. Вы радуетесь, что теперь вы будете колотить эти гвозди. Так и здесь. То же самое касательно миллиарда. Почему я говорю первого не было? Потому что у меня до этого были сделки на полмиллиарда. Я продавал сотовые компании. Две компании. Каждая почти по полмиллиарда. Потом банк вроде у меня был, был, был. Потом раз IP, он уже сразу 4 миллиарда стоит. Ко мне пришел мой друг. Я приехал с Лондона. Мы сели на качелях. Помню, во дворе я говорю. Че, как? В смысле, что как? Ну, как, как? Я говорю, что? Как чувствуешь? Нормально? Не болею? Мне кажется, что я нормально? Я думал, он спрашивает, что я болел? Или, может, до него слухи дошли, что я что-то заболел? Я говорю, нормально, не болею? Нет. Говорит, ты как чувствуешь себя миллиардером? Фиксировал этот момент. Это никак не вызывает никаких чувств у меня. Я вам сейчас задам самый интересный вопрос. Это правда, что у вас нет ни офиса, ни секретаря, ни телохранителя? И весь штат составляет одна единица, водитель? Да, это правда. Это абсолютно правда. В то время, когда я был очень богатым человеком, и были сложные времена, у меня были телохранители, у меня машина сопровождения, гель-двагены ходили за мной. И я все время мечтал пройтись пешком без охраны по Арбату. Думал, какие счастливые люди ходят. Как бы мне вот выстроить свою жизнь так, чтобы ничего не бояться, быть богатым и ходить просто по улице, смотреть, как люди рисуют картины и музыканты играют на своих инструментах. Это первый момент. Потом второе озарение, будем так говорить, не то, что озарение, а такая мысль, у меня какие-то вот такие якорные мысли, да. Вторая мысль была такая. Я нахожусь на яхте, у меня 21 человек обслужившего персонала. Яхта моя, 71 метр, яхта на борту, бассейн, вертолет, самый лучший в мире. Ну, один вертолет, 17 миллионов евро. Давайте сразу скажем, самолет у вас свой личный был? Да, конечно. Большой? Челлендер 604. Вертолёта 3 была, а яхта одна была. И вот вы сидите у себя на яхте. И у меня мысль, вроде все мое, но де-факто все не мое. Я почувствовал себя арендатором жизни. У меня такое ощущение было, вот нету чувства хозяина. Вот я сижу в своей яхте, но не верю и не принимаю, что я хозяин. Почему? Я начал анализировать. 12 месяцев в году экипаж на ней живет. Экипаж ходит на ней туда, куда я скажу, и вместе со мной. В году я максимум использую яхту полтора-два месяца. Все остальное время она используется моим экипажем. Я им плачу все это время деньги. Они еще живут на этой яхте, хайфуют на этой яхте. И что я трачу свою жизнь на то, чтобы этих ребят снабдить красивой жизнью? И в какой-то момент меня торкнуло, что, блин, это не моя жизнь. Это арендованная жизнь. И я решил, что я буду менять свою жизнь. И даже я своим ребятам сказал, к 45 годам я брошу заниматься бизнесом, потому что это абсолютно бессмысленное занятие, зарабатывать денег. Но это была бы новая спираль, когда я пасу свою еду. Поэтому, я говорю, начните себя с осознания. И через это я прочувствовал миссию, миссию. Как я однажды, когда пас баранов, проснулся и принял решение, что я в этот мир не пришел для того, чтобы пасти свою еду. Зачем мне пасти свою еду? Я ведь гоняюсь за счастьем, а не за едой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова